Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Я бы сегодня хотела поговорить про эксперименты, которые мы с тобой задумали. Затеяли, задумали. Задумали и затеяли. Вот смотри, у нас есть группа молодости и здоровья. Она набрана, она идет. И мы на ней можем проверять изменения, которые происходят с телом людей. Мне нравится, что есть обратная связь по здоровью. Она хорошая. И мы можем На основании того, что мы делаем Мы можем двигаться дальше То есть у нас есть полет фантазии Для того, что можно попробовать Но молодость и здоровье Это как бы такая комплексная штука Мы же не влазим индивидуально В каждого человека по его здоровью конкретно То есть у каждого будут свои тараканы Но при этом нас интересует конкретно Продолжительность жизни И конкретно работа с телом на омоложении То есть мы не смотрим на здоровье Мы не смотрим на какие-то условия Мы смотрим на то, чтобы сознание человека Было сконцентрировано внимание Четко на молодости, на здоровье И в принципе, кстати, это и отражается Очень удивительно Люди находят сообщение о том Как выглядят в 60-80 молодо О рождении детей в позднем возрасте Сегодня он из Библии цитата Что у Ноя в 500 лет первый ребенок был И родился То есть вот эти все вещи Оно интересно Сознание уже фиксирует молодость Сознание фиксирует долголетие И это хорошо Но при этом у нас возникло Мы планировали один эксперимент На выходе после нашего тайного гостя После стрима родилась идея Второго эксперимента Это работа со стройностью Один момент И ВИЧ второй момент Меня, честно говоря, больше интересует ВИЧ Я загорелась И мне интересно Потому что я помню, как мы работали с Эльзой Я помню вот эти моменты Когда мы знали, что все Идут изменения в крови И я осознаю, насколько тяжело Первому человеку без поддержки коллективной Вылезти сквозь слой коллективного И при этом я осознаю, что наши наработки Сейчас при работе с коллективным Даже сегодня утром мы с тобой Просто фиксировали результаты нашей работы И я понимаю, что коллективное Очень сильно должно измениться Чтобы из него ушли болезни Более того У меня возникает недоумение Такое чувство, что есть определенные Люди, организации Которые Либо они не осознают Либо они это делают специально Но они являются разносчиками вирусной заразы Целенаправленно Ну да, это И это настолько очевидно Что удивительно то, что это не замечается Понимаешь, разговор на эту тему Будет выглядеть сумасшествием Но каждый раз Смотришь и думаешь Да кто сумасшедший, ребят? Причем опять работаем И в течение двух часов Следующая новость приходит Я просто Я же даже не выдержала Эти скрин послала Что это невероятно Вот просто Бах! Два часа И отъедет Моментальная материализация И при этом Это как будто все случайно Как будто все было так Прошлое перепрописывается То, что мы вчера делали на практику И это Смотри И это если не иметь расширенное сознание Да, вот То ты просто пропустишь это Ты этого не видишь Ты даже не зацепишься Ну, ты зацепишься по-другому По другой причине Но именно конкретно Вот по этому По созданию Ты не просто У тебя будет восприятие Что тебе Бог послал Да? Да? Настолько очевидно Да? И я хочу группу по ВИЧ Я хочу большую группу по ВИЧ Я думала Хватит три человека Но десять Нет Я знаю, что ВИЧ сложная тема Вот смотри Даже то, что мы имеем сегодня И вот те переписки Которые сейчас идут с людьми Которые начали к нам обращаться После того, как мы сказали Три человека Вдруг резко люди начали писать Я осознаю, что Часть людей Находятся в эйфории Ну, которые больны ВИЧ Они находятся в эйфории Какого плана? Вот одно из сообщений там было Да, этой инфекции не существует Я счастливая Я успешная И так далее И так далее Но при этом я же сижу на таблетках И без таблеток жить не могу Но кому мы врём? Так вот Улетевших в какие-то Вот эти моменты Которые Опять-таки Есть в представлениях В предрассудках Ну, не знаю Сектанских Анастасиевских Ещё каких-то То есть человек Продолжает верить В то, что У него Он не болен Что это всё ерунда Но при этом Материя говорит о том Что нет, не ерунда Ты сейчас Сидишь на медпрепаратах Более того Ты полностью управляем Этими медпрепаратами Более того У тебя собственного Сознания уже не существует Ты полностью зависим Ты полностью в чужой игре И ты ничего не можешь сделать Ты в коробочке Ты в коробочке И вопрос Что будет дальше С этой коробочкой И как это развернётся В следующей жизни По отношению к тебе Это на самом деле Очень серьёзная тема И это большой кусок работы Сперва Приземлить улетевших Приземлить Чтобы они просто Правдиво Посмотрели Ситуацию в глаза Это один момент Второй момент Вот опять-таки Из переписок Ты чувствуешь Что человек Кроме лекарств Ещё может быть Где-то на наркотиках Или там курит Или ещё что-то У него пойдёт Попутно ещё что-то Опять-таки Это уже Из Ещё одного общения Осознаёшь Что человек Может иметь Другую сексуальную ориентацию Когда у него Другая сексуальная ориентация Это значит Вылезет ещё и работа с этим То есть пока ты в норму Всё не приведёшь Оно будет по одному Таракану выскакивать И это всё занимает время И это всё Очень сложная тема Это То есть тема ВИЧ Если мы берём О, ВИЧ Подождите Если мы смотрим Из целостности Это, блин Это вилы Это и зависимости И глубинные нарушения Психические Когда нет Идентификации По полу Когда есть Извращение Искажение Когда, когда, когда Там очень много чего есть Более того У всех этих людей Есть окружение И если у них В окружении Такое извращённое Такой перевёртыш Да То Это же окружение Получило этот перевёртыш На чём-то То есть Своё коллективное У каждого этого человека И это своё коллективное Получило этот вывертыш На злости На агрессии На недовольстве Даже комментарии Под нашим стримом Почитай И там тоже есть моменты Когда мы просто Припечатывали Почему припечатывали? Потому что Такое окружение Такое коллективное Ведь его тоже надо изменить Изменить среду обитания Ума улюбили Но при этом Интерес невероятный Потому что Это работа с кровью Смотри Мы работали с программами старения Сейчас солью информацию Да Сегодняшнюю Мы работали с программами старения Мы в коллективном Удалили Большой блок информации По старению Соответственно По болезням Как на это Отреагировала Католическая церковь? Как отреагировали мы? И какая вторая новость Пришла? Тут же Моментально Да 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 Интересно Насколько Все Интересно И как оно происходит Мы никогда Мы не приучены Мы разучились Это как знаешь Разучились Видеть Очевидное у себя под носом Да И насколько Тогда необходимо Убрать вообще Религии Сознание Человек Чтобы он просто Не болел Убрать Это искажение Убрать Это искажение Это невероятно Это невероятно И И ты не можешь Ничего сделать Пока Почему не можешь? Можешь И делаешь Потихоньку Затираешь информацию Затираешь Затираешь И все меняется Все меняется На самом деле Свет идет И он очень сильно идет Он сейчас наступает Я знаю Что все будет меняться И вот Ты знаешь Меня удивило Что Уже В мумификацию В канонизацию Запускают людей С лейкемией С нарушениями С нарушениями Крови С придуманными Историями Святых делают Из них Делают новые Мумии Блин Угу Но с нарушениями Крови Понимаешь Это же не Это Это белокровие С белокровием Человек Канонизирует Всячески Всячески пытается Видишь Всячески пытается Восстановиться Закрепиться Или закрепить Заболевание Другого уровня Да Да Скаженное Чтобы Только не выходить В прямой свет Да А именно В искажение Все через искажение А у человека Ведь эта информация В подсознании Будет заходить Автоматически Люди Это не контролируют Более того Они Вот даже будут Слушать подкасты Часть людей скажет Ну да Какая разница Я к этому Не имею Никакого отношения Угу Но это же В твоем зеркале Происходит В твоем И в твоем зеркале Будет Болезнь И эта болезнь И продаваться По частям И эта болезнь Она будет Принята тобой Она Ты ее будешь Автоматически Принимать Потому что За норму За норму А значит Принимать В себя Это значит Ты будешь В нее играть Потому что Потому что Так построена Игра в религию Угу Так ловко Она Прямо Такая Ловкая Игра Но при этом Смотри Когда Она становится Очевидной Для тебя Да То она Просто Как в прах Рассыпается И она пустая Да Она пустая Ты сразу Ну вот просто В прах И тогда Становится Интересным Поиграть В ВИЧ Потому что Сразу Так Целый спектр И кстати Возрастные люди Тоже Играют В это Заболевание И с ними Тоже интересно Работать Потому что Это будет Еще связано С молодостью И с Попутными Заболеваниями Тут Ну просто Здесь Настолько Разнообразный Букет Получается Что даже Вот посмотреть Что будет На выходе По итогу А представь Так Вещь Так У одного Второго У третьего Исчезает Четвертого Пятого Представь И это все И потом И ты понимаешь Что Это если мы Загоним информацию В коллективное Да И в какой-то момент Вот как только Один Второй Третий Четвертый Оно просто Потом Автоматически Исчезает У всех Это вот Как я говорю В прах И распылилась Но при этом У всех Оно будет исчезать Например С историей Японцы Открыли Новый Препарат Который Полностью Одна таблетка Вырубает ВИЧ И люди Тут же Исцеляются И люди Вот эту плацепку Есть И у них Будет все Исцеляться Но все равно Это будет через материю Дорогая моя Через материю Это знаешь Что если Уже войдет Таблетка Да Как Как образ Что именно Благодаря ей То это Опять-таки Очередная Попытка Закрепиться Как и религия С канонизацией Конечно Потому что Потому что Для чего Для того Чтобы не вскрылась ложь Именно для этого Чтобы не вскрылась Истина Да Или там Искренность Истина Для этого Надо постоянно Уводить В ложь В ложь В искажение Дело в том Что Иначе игра Прекращается Это Вот есть Игра Для того Чтобы ее Завершить И при этом Не получить За нее По заслугам Да Для этого Надо явка С повинной Вот таблетка Здесь будет Как явка С повинной И при этом На ней Еще будет Заработан Скорее Не как явка С повинной Скорее Как попытка Увести Еще одно Искажение Я бы больше Вот так Сказала Ну я в кос повинной В таком случае Это же как раз То попытка Не я Не я Новая не я Ну типа Ну типа Такого Может Да Но это Это вот То же самое Как С новой С новой Этой болезнью Которая Вдруг у нас Там В 19 Случилось Году У всех Это вот Такая же Попытка Увести В искажение Кстати Основой болезни Тоже интересная Такая тема Получается Вот сейчас Уже второй Производитель Да Признал Что много людей Пострадало И умерло И дальше Что? А дальше Сейчас А дальше А дальше Сейчас начнется А сейчас начнется Паника У тех Кто делал Прививки У них Начнется Вот эти Как попкорн У них Паника Уже От последствий Я знаю Просто Что дальше Будет Дальше Будет Кладбище Прежде чем Кладбище И прежде чем Кладбище Это просто Новый бизнес Будет Новое лекарство Вуаля Следующая Продажа Спасительного Чуда Просто Все Абсолютно По образу И подобию И когда ты Понимаешь Вот эту Всю картину Ясно Ее видишь Ты Любую ситуацию Вот сейчас Это можно Просто отследить И уже знаешь Как дальше Оно будет выглядеть Ну да Как оно пойдет Дальше На этом фоне Очень сильно Выделяется Россия И Беларусь Очень сильно То есть Я даже Иногда Нахожусь Под впечатлением Именно Каким-то Общечеловеческими Подходами Более-менее Разумными Знаешь Наверное Как она Отличается Россия И Беларусь Наверное Все-таки Больше скажу Здесь Больше Ясности Все-таки Осталось Ясности Сознания Вот Наверное Больше так Я бы так Сказала Хоть Хоть как-то Но больше процента Именно ясности Сознания Потому что Во всех других Там туман Туман и туман Да Смотри Я даже Сегодня Была удивлена Насколько Примитивно Загоняется Людям Информация Вот смотри Та же самая Католическая Часть Вот там Юноша Вот он там Исцелил Врожденные недуги В Бразилии Задайте вопросы Почему Врожденные недуги В Бразилии Посмотрите на этих Бразильцев Это единственная страна Где я снимала В храме Лица Людей Потому что Людей не было То есть Фанатизм Он просто Феноменальный Вот ты смотришь На лицо А никого нету Поэтому и у детей Вот эта Зараза Которая Заболевание Когда они Рождаются Без мозга Понимаешь Это вот зеркало Оно просто Эксперименты Запущены Именно там И вот ты смотришь На это И понимаешь А ты через Европу Такую чушь Не завел Хотя там тоже Есть такое Но там На другую тему Там с нижней частью Есть вопросы А в Бразилии Сверху И поэтому Оттуда и заводится Такая чушь И ты смотришь На это И так думаешь Да ну нафиг Ну весело же А смотри Смотри Коммунизация Он исцелил Кого-то там От болезни При этом Сам болея Ликемией Да А смотри У меня вдруг Какой образ пришел Вдруг внезапно Вот сейчас Это Канонизация Да В святые Вот Человека Больного Ликемией Он типа спас А теперь вспоминай Что Есть При Смерти Кого-то Человека Просто вот Среди людей Как ходит Ой Там допустим Кто-то умер В семье А там буквально Там через месяц Или там через неделю Кто-то еще умирает Ой он забрал Он забрал Слушай Напоминает Конкретно То же самое Как это можно сказать Исцеление Да Только смерть Представляешь Вот у меня Почему-то сейчас Прям пошел Вот это Подобие То есть Бред Бред Основанный На Слабости Сознания То есть На недоразвитости На недоразвитости То есть Реально На недоразвитости Да На темноте На темноте На слепоте То есть Когда человек Вообще Уже отучен Видеть Слышать Думать А только Слепая Вера Слепое Доверие Все И тогда Слепой Вынос Ответственности Слепой Вообще Вообще Слепой Ты смотришь На это Любую Эту Утку Ты закинь Он хавает Скушает А кто У нас Кушает Все подряд Паразитарный Мир Да Ну так и Есть Представляешь Как все Выстроено Сумасшествие Просто Сумасшествие И при этом И при этом Послушав нас Можно Говорить Что вот Сумасшедшие А кто Сумасшедшие Когда Ты видишь Очевидное А человек Утверждает Что это С небес Свалилось Что-то Да С небес Свалилось Ты возьми Ту же самую Погоду Да Вот Ведь это же Очевидно Вот почему Вот два дома Находятся рядом Условия абсолютно Одинаковые Почему у одних Там повымерзали Растения У других Не повымерзали Да Почему такое Случалось Человек даже Не задается Ой это случайно Это вот Сорта наверное Другие Или еще что-то Нет Это в голове Все что вымерзало Сперва вымерзало У тебя в голове Да А сегодня я видела Где-то В тиктоке Или в инстаграм В какой-то местности Люди ходят Ветками Обмахиваются Там или мошкара Или что-то Прям тучи Мошкара Да Тоже У каждого Есть Срабатывает Свой собственный Страх Причем он Срабатывает Через коллективное И поэтому Это иллюзия Объективной реальности Но понимаешь Когда ты не осознаешь Свою психику Не то что Расширение психику То у тебя реально Есть объективная реальность Конечно И для тебя реально Бог вынесен наружу Потому что Он сейчас вне тебя Потому что ты его Выкинул из себя Но это по факту Так можно схему Посмотреть Которую мы рисовали Оно очевидно И только при определенном Расширении Ты захватываешь 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 И в какой-то момент Хлоп Бог уже в тебе И пошло дальше Расширение Дальше ты уже будешь Играть в иллюзии В создателя И так далее И ты уже совсем По-другому смотришь На те вещи Которые раньше Которых раньше Не замечал Да И тогда Можно экспериментировать И не только С ВИЧ А и с попутными вещами Которые будут К ВИЧ Но это становится Интересно И я считаю Что старт эксперимента Должен быть По мере комплектования Группы То есть вот сейчас Она смолова плывет Наши ролики Разбрасывают И так далее И вот как группа наберется Интересно Когда группа есть Группа И ты понимаешь Что ты можешь Работать И отслеживать Разные Абсолютно разные Ситуации А когда это Процент У которых Это затянется Во времени Либо Может не будет Даже результата Будет процент Где будет результат У кого-то быстрее У кого-то медленнее Но дело в том Что по одному человеку Судить или по двум Это глупо Как и с аутизмом Это было Так я же говорю Да Есть те Кто стартовал И моментально вышел А есть те Кто завис во времени А есть те Которые Ну бесполезно Там биться головой В дверь То есть разные Варианты есть Поэтому Надо смотреть Разные варианты То есть Даже если Там Выхлоп Будет Меньше Пятидесяти Процентов То все равно Это шикарнейший Выхлоп Это шикарный Мало того Эти пятьдесят Процентов Дадут Чуть-чуть Время Погодя Они дадут Пятьсот Потому что Процентов Потому что Как я говорю Тут-тут-тут-тут А потом Пошла волна Все Подхватывается Потом Порешает Да Поэтому Это надо запускать И надо запускать Чтобы было Вот это вот Дельта Чтобы был выхлоп Надо запускать На большем количестве людей Тут однозначно И второй эксперимент У нас получается Со стройностью Тут Конкретно Интерес Такой Прям Как это сказать Жизненный Ну понимаешь На самом деле Окружающие Это и долбают Нас Когда я Я была всегда В одном весе Всю жизнь свою Вот Сашка С десятого класса Я была До 54 лет Я была В одном весе 56 килограмм Потом Расслабилась Вот последние Четыре года Пять А, пять Значит Ну да Пятьдесят три Значит я была В одном весе Потом начала Вот И набрала Много Вот я и хочу Сбросить Потому что я Для меня Непривычно Так как я Выгляжу Непривычно Потому что я всегда Была в одном весе Всегда Абсолютно Я никогда не была Гармошкой Я никогда не брала Вес Потом сдувалась Вес Сдувалась Нет Я всегда была В одном весе А я наоборот Мне настолько Дифферентна Потому что у меня Плюс, минус Плюс, минус Я никогда не была Гармошкой Всю жизнь у меня было Плюс 20 Минус 10 Потом минус 10 Потом плюс 10 Ой, ой, ой И у меня У меня Каждое рождение Каждое рождение Детей Это у меня было Плюс 10 Минус 10 Плюс 20 Минус 20 И для меня Это как-то Я даже не заморачиваюсь Потому что я знаю Что Если Добавляешь Движение И вот Реально Мы с тобой Очень много сидя Работаем Как только Пошло движение Как только Пошло Ну Убрать кофе И сладости Просто убрать Сладости Вот из моей жизни Просто убрать Сладости Вопрос А как это Скажется на мозге Вот у меня Этот вопрос Замечательно Скажется на мозге Замечательно Это просто Себе оправдалка Вот мучное И сладкое Это 100% Я могу сказать По себе Я как только стала У тебя каждый день Бывать Ну Когда ты видишь Перед Ну Искушение 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 Ну я вкусно Готовлю Кушать И много Да Сладкое И сладкое Да Так не только сладкое У меня всегда есть первое Второе Компот И плюшка вкусная И сладость У меня тоже дома Всегда есть Но я не про это Ты сейчас Не в ту степь Я конкретно Сладость И мучное Вот это Вот это та беда Которая На мне конкретно Сказалась Ну да Отказаться сложно Когда ты видишь Поэтому у меня дома Всегда этого не было Только ну там Где-то Когда по праздникам Что-то Я сладкое Не держала Потому что у меня И слабость к этому И к мучному слабости Я этого дома Не держала Ну видишь У меня все мужики худые Вот как ни возьми Они все В нормальном Казалось бы Весе А вот И поэтому Они всегда едят Как мужики И так как Я привыкла Кормить мужиков Я всегда готовлю много И доставки на дом У меня едут Большие Другой момент Что я могу Сама не есть Обычную еду Но я буду Есть конфеты И сладости И в этом беда Ну беда В этом счастье Но видишь У нас там будут В эксперименте Люди Которые Не только Зависят так От сладкого Будут те Которые нормально Питаются И меня даже Интересует Не это Меня даже Интересует Связь Обменных Процессов С телом И связь Обменных Процессов С реальностью Объясню Вот смотри Если у тебя Есть в чертах Характера Склонность Заначить В морозильничке В холодильничке Оставить Не выбросить Или наоборот Купить больше Чтобы тебе Хватало Чтобы нашлось Потом И так далее А ведь У тебя В теле Будут Ровно Те же Процессы Скажу Что у меня Всегда Были Заначки В морозильнике Я всегда В одном Весе Была У меня Никогда Не было Заначек Заначки Приходили Вот как раз Когда приходили Заначки Приходил Вес У меня Всегда Были Заначки Я всегда Могу В морозильник Залезть Взять Что-то У меня Вот видишь С этим У меня Нет Это Не связано Но мы В зеркале Видим Отражение На самом деле Это всего лишь Культура питания То есть Думай Что закидываешь В себя Всегда Думай И это Реально Понятные Вещи Которые Просто Не надо Закидывать Это Само Собой И смотри Вот Даже Если Посмотреть Сейчас Ведь Вкусы Стали Меняться Вот У нас С тобой Когда Ты Например Говоришь Я не буду Пить Больше Кофе Сладкий Или Вообще Не буду Больше Пить Кофе Хлоп А у тебя Вкусы Меняются И тебе Даже Еда Уже Иметь Совсем Другой Вкус Ты Просто Сладкое Убрал А еда Уже Стала Другого Вкуса И уже Даже Те вещи Которые Ты Ел Казалось Это Очень Вкусно И даже Там В каких-то Кафешках Заезжал Там Зная Что Там Вот Например У меня Есть Один Ресторанчик Я знаю Что Там Брауни Офигенный Я Если Мимо Проезжала Обязательно Заезжала За Брауни А Сейчас Вкусы Начали Меняться Потому Что Я В Брауни Вдруг Почувствовала Растительное Масло Ну Ёпти То есть Вот эти Моменты Они Все Пойдут В трансформацию В осознании И обменные Процессы Смотри Обменные Процессы Они ведь Связаны Еще с Аутоиммунными Процессами Не было Подожди Вот У меня не было Столько Внимания На питание Раньше На пищу То есть Я Абсолютно Спокойная Я могла Творожка Покушать Наесться Вот так И Абсолютно Мне не надо Было Много Много Это приходит Вот я могу Сейчас сказать Когда я была Всегда в одном весе И Я знаю Как Для меня Было Питание То есть Я немного Съела Я уже Сытая То теперь Мне мало Я ем Нормальные Порции Которые Я так Сама Для себя Понимаю Ну блин У меня Не влазит Вот оно Желудок Поэтому Это от этого И я В кафешках Я не брала Никогда Я и сейчас Стараюсь Не брать Сладкого То есть Я с этим Я четко Знала Вот Сорвалась И мучное Мучное Надо убирать Ну Здесь психику Надо перестраивать Психику Надо перестраивать И в психике Смотри За весом Полезет Сразу за весом Полезут Аутоиммунные Заболевания Потому что Ты затронешь Обменные Процессы В психике Полезут Аутоиммунные Заболевания И сразу Полезут Эндокринные Заболевания Тот же Самый Сахарный Диабет Вылезет 100%. Их будет подлежать трансформации. И в него надо будет залазить точно так же, потрошить, если в группе будут люди с сахарным диабетом. А они будут. Более того, будут люди не только с сахарным диабетом, а с проблемами кишечника, с проблемами щитовидной железы, с проблемами с надпочечниками. Я просто это знаю, потому что это все будут вещи, связанные с лишним весом. Потому что лишний вес – это паразитарность. С обменными процессами, да. Лишний вес – это паразит в теле. Залежи. Заначки, да. Кстати, и глисты полезут. Сколько раз мы встречали людей с лишним весом, и с глистами, или с лямблями, или на консультациях, когда вылазили. Там очень много чего попутно полезет. И каждый случай будет уникальным. С весом заболевания, конечно, да, вывалятся. Тоже интересно. Очень интересно. ВИЧ мне, конечно, интереснее. ВИЧем я горю. Я реально засыпаю с мыслями об этом и просыпаюсь с мыслями об этом. То есть сейчас я этой темой очень сильно загорелась. Интерес просто феноменальный. Весом я не так сильно горю. Весом я хожу, гуляю по вечерам. И я знаю, что сейчас вот уже 4 килограмма скинула, еще столько же скинула. У меня вообще эта проблема не вызывает. И это туда и сюда. Знаешь, это как прибой морской. Но а с этим вот асвичем нет. Для меня всегда вот... Нет, у меня больше вес, чем ВИЧ. Однозначно. Потому что для меня красота важнее. Я люблю красоту. Красота – это и есть здоровье. А красота – это гармония, гармоничность, красивая. Поэтому для меня это всегда во первом плане. А уже за этим идет всегда и здоровье дальше. ВИЧ, он интересен. Он интересен даже просто, знаешь, как... Даже больше, знаешь, для меня вот как... Чем интересен ВИЧ? Возможностями психики. Вот если с этой стороны подойти, то просто, конечно, очень интересно. Возможностями своей психики. Да, очень интересно. Потому что вот, например, то, что я сегодня ночью вдруг, проснувшись и осознавала, то, что осознавала я сегодня, это как... Вот если сюда теперь направить свое внимание, то по этому, что сегодня осознавала, то любое исцеление, оно будет происходить вот так. Потому что схлопывание. Я конкретно видела схлопывание. Смотри, если мы меняем структуру психики, схлопываем две матрешки. Две. Что мы у себя и сделали. У людей мы пока сделали одну. Тех, кто с нами шел. Мы помогли пройти этот барьер. Вторую, мы не можем им схлопнуть. Они сами будут у себя схлопывать. Но мы можем провести, чтобы они могли это сделать сами. Да? Это не все. Это не с улицы поток. Это уже люди, у которых они понимают, что они делают. Конечно. И это определенное расширение сознания. И это не просто. Это достаточно большой кусок жизненного пути. Но это другое сознание. И это становится возможным тогда, когда человек четко уже осознает и ценность своего внимания, и ценность своей психики, и ценность своего тела, и ценность своей жизни и так далее. И этому человеку ты уже не скажешь, что это не твоя мысль. Эту мысль в тебе в голове родил кто-то. И это не ты мыслишь, а это мыслить какая-то вредоносная программа ума. Или еще вот этот вот бред, который я иногда слышу, думаю, дебилы. Это я сегодня тоже слышала как раз эту тему. Нам забрасывали, при рождении нам забрасывают мысли. Я просто слышала. Какая разница, куда вынести ответственность, только это все не я. А ведь это игра сразу, запрос на игру, что ты будешь проживать осознание, что это твои мысли, блин. Это ты себе забрасываешь мысли. Это ты создаешь все свои не я и все свои игры для того, чтобы просто вернуться к себе. А без этого ты не можешь стать создателем. Не можешь. Запрос на эту игру. А эта игра будет, ой, какая длинная. Потому что это, знаешь, как отброс назад и заново все начинается. Второй год. Пока ты не осознаешь все свои запросы, ты не можешь расшириться. Да, да. Из-за тебя это никто не может сделать. Это только ты сам. И ты будешь инкарнировать до тех пор, пока ты это не осознаешь. Все ты сам. Никого, кроме тебя, нет. Настолько нет, что вот вообще нет. Ты полностью, вот то, что человек сейчас, вот то, что мы видим, да, это полностью мы создаем вот прям в моменте. Да. В моменте. Но вот корректировать момент ты можешь только тогда, когда вся твоя жизнь это есть момент. Один момент. Да, когда ты... Но тогда о каком расширении сознания это идет речь? Две матрешки 100%. Не меньше. А это 14 пунктов, грубо говоря, 13. 13. 13, да. В принципе, из этого расширения писалась религия. Мы это еще говорили, когда только впервые вышли за пределы психики. Угу. Потому что там висела эта информация. А нам надо потом еще одну матрешечку пройти. Мы половину ее уже расписали, прошли. Всплески у нас были про туберанцы в нашем сознании. Но это надо пройти полностью. Это надо пройти полностью. А это кусок, кусок работы. Но это тоже интересный кусок. Но пока ты не схлопнешь сейчас, то, что мы вот сейчас сделали с собой, ты дальше не пройдешь. Ты можешь понимать, можешь говорить, что да, я понимаю, как это все строит. Представлять. Представлять, да. Но это не будет. Но это не трансформировать структуры своей психики. Да. Конкретно надо трансформировать структуру. Да. Только, Враш, когда у тебя сознание, когда ты осознаешь, осознаешь, и сознание твое расширено. А так это остается на уровне фантазии. Да. Да, да, да. Это все фантазии. Интересно все это. И мне интересен эксперимент. И один, и второй. Да будет так. Они стоят в расписании, люди регистрируются. И в какой-то момент мы начнем работать как раз где-то во второй половине июня у нас нагрузка по курсам станет меньше, потому что реально сложно. Вот мы сейчас работаем без выходных, и нагрузка большая идет. Чувствуется нагрузка очень, да. Нагрузка очень сильно идет. Она, знаешь, даже странная нагрузка. То есть, вот смотри, я после того, как мы закончили обучение, я иду гулять. Я прохожу большое расстояние, я возвращаюсь домой только в пол первого, иногда до часа могу гулять ночью. А в 7 утра я уже работаю дальше. То есть, я уже встала, привела себя в порядок и работаю дальше. Это избыток ресурса, который ты берешь вот в этих состояниях. и получается, физическое тело очень быстро набирает энергию, вот восстанавливается очень быстро. Но при этом у тебя идут приличные перегрузки, у тебя рабочий день получается аховый. Я это понимаю, что это работа на износ. Это то, что у нас сейчас идет. Износ, это усталость. Ну, то есть, накапливается усталость. Эта усталость, она более, наверное, все-таки из привычки. Потому что я бы сказала, что сейчас у нас ресурса, мы все больше и больше выходим в бесконечный ресурс. То есть, и я по себе могу сказать абсолютно 100%. Я чувствую, я чувствую очень сильное изменение в себе по ресурсному состоянию. Я по ночам стала мало спать. Для меня это, сразу скажу, непривычно. Я всегда спала 8 минимум часов, 9. Сейчас я, если я поспала даже в общей сложности 4 часа, я выспавшаяся абсолютно. Для меня это раньше не было. А при этом, ну, кайф остается кайфом, когда ночью не спишь, и у тебя так работа идет. Это кайф. Вот это кайф. Это кайф, который прям аж кайф-кайфовый. я не знаю, как ты, я вот ночью, если я просыпаюсь, и у меня начинается вот этот, я понимаю, у меня так мысли, они чистые, они ясные, и идет вот этот процесс. А бывает, кстати, просто без процесса и тоже кайфую. мне каждое утро перед просыпанием по-любому работают. Это уже привычка. Это уже, да, тут и вечером, и утром, особенно утром. Это, это да. Тут без этого даже не встаешь уже. Как зубы почистить. Да, надо, да. Ты сразу то, что надо, коррекции выводишь и все. Вообще. Золотое время. Иногда, да, самое-самое, иногда даже с улыбкой просыпаешься от того, что, блин, такое время сейчас, самое время. Счастливое время. Вообще, сейчас такой кайф от жизни, от семьи, от солнца, от природы, от погоды, от города. Я гуляю, по ночам гуляю, по вечерам гуляю, вот когда иногда уже светло и ухожу, а иногда уже в полной темноте гуляю. я смотрю, какой красивый Минск, какая красивая жизнь, какие красивые люди. Невероятно. Невероятно.